МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С основными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Дай пять! Национальное телевидение Чуваши отмечает первый юбилей. И уравнение с тремя неизвестными решить, и смесить, или поменять. Ученики одной из чебоксарских школ узнали о профессии сантехника из первых. Одинаковыми быть не обязательно. В Чебоксарах завершается фестиваль для особенных детей. Сегодня в Москве прошел 12-й съезд общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В работе съезда принял участие глава Чуваши. Вот как он прокомментировал прошедший форум. «Потому что здесь участвуют все регионы Российской Федерации. Во-вторых, участвуют достойные, состоятельные предприниматели Российской Федерации, которые смогли заморализоваться, идя на определенные риски, беря на себя огромную ответственность, создавали тысячи и тысячи рабочих мест. Вот предприниматели на пленарной части, которые задавали президенту Российской Федерации вопросы, где-то 15 тысяч человек работают, где-то 7 тысяч человек работают. То есть эти рабочие места, они на сегодняшний день отличаются по высокопроизводительности. То есть это высокотехнологичные рабочие места в новых современных инновационных предприятиях, которые сегодня свою продукцию продают на экспорт. Тем самым, о чем я хочу сказать, в этой конкурентной среде предприниматели Чувашской Республики, которые сюда приехали, тоже работают эффективно. Мы государственную свою позицию обозначили, пошагово идем, создавая благоприятную среду для наших предпринимателей, для тех инвесторов, которые хотят приехать». Российские регионы получат специальные гранты на строительство дорог. Средства выделят субъектам, которые разработают программы комплексного развития. Об этом на селекторном совещании сообщил министр транспорта страны Максим Соколов. На связь с руководителем ведомства вышел и глава Чувашии Михаил Игнатьев. На селекторном совещании в федеральном ведомстве подвели результаты использования межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность. «С учетом прогнозируемого поступления средств от системы взывания платы и показателей бюджета, утвержденного федеральным заходом, июльским распоряжением правительства были направлены средства в размере 12 миллиардов рублей и еще 19 субъектам Российской Федерации на мероприятие по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также ремонту уникальных искусственных сооружений, мостов, включая в том числе предаваренные и аварийные мосты». Более 600 миллионов рублей было выделено администрацией Чебоксар на строительство транспортной развязки по улице Фучика, а также реконструкцию московского моста. А в Министерстве транспорта Республики отмечают, что освоить федеральные субсидии планируют до 1 декабря. По графику ведутся работы и переконструкции дорог в Батревском, Комсомольском, Яльчикском и Мариинско-Посадском районах. Глава Чувашии потребовал предоставить предложение по участию Республики в федеральных программах строительства и ремонта дорог на следующий год. Срез знаний. 20 октября в 85 субъектах России стартуют национальные исследования качества образования, сокращенно НИКО. В этом году мониторинг коснется иностранных языков английского, французского и немецкого. В Чувашии проверят 6 учебных заведений, 4 районные и 2 чебоксарские школы. Ученики 5-х и 8-х классов выполнят три вида заданий. Тестирование анонимно. Всего в исследовании примет участие около 40 тысяч российских школьников. Мониторинг поможет проанализировать эффективность систем образования и сформировать новые программы развития. Напомним, НИКО проводится в нашей стране с 2014 года. В предыдущие разы они коснулись математики, информационных технологий и образования в начальных классах. В свой день рождения национальное телевидение Чуваши организовало деловой завтрак для партнеров компании. Делать бизнес из рекламы все равно, что подмигивает девушкам в темноте. Делать это можно бесконечно, но безрезультатно. И именно о рекламе, а вернее об эффективной рекламе, шла речь на бизнес-тренинге. На этот раз по поводу своего пятилетия национальной телевидении Чуваши не только принимала поздравления, но и делала подарки. В виде интереснейшей лекции о том, как надо с пользой расходовать рекламные бюджеты. Мы уже запустили новые коммерческие форматы рекламы, которые не были у нас до этого. Это короткие межпрограммки, то есть это короткие сюжеты на 3-5 минут, где мы показываем рекламодателей не как в обычном рекламном ролике «Приходи, покупай», а мы рассказываем о них с человеческой стороны, показываем их бизнес, показываем, как они могут помочь людям. Это всегда работает намного лучше. Несколько рекламодателей уже имели возможность оценить эффективность этих проектов. Мы ждем новых, я думаю, что впереди у нас много новых и коммерческих, в том числе, проектов, которые мы сможем презентовать бизнес-сообществу. Как посчитать свои доли на рынке, как заработать на рекламе, как не потратить деньги зря. В общем, как увеличить прибыль и получить новые горизонты для развития своей компании, и как национальное телевидение может помочь в достижении этих целей. На все эти вопросы отвечала креативный продюсер канала Оксана Чкасова. С некоторыми своими партнерами канал уже запустил новые проекты. Например, программу «Деловая среда». Каждую среду всех желающих обучают эффективным технологиям управления бизнесом. Мы давно работаем с национальным телевидением, и очень здорово, что свое пятилетие телеканал празднует в таком оригинальном формате, как проведение тренинга, тем более на такую актуальную тему, как эффективная реклама. Безусловно, мне как маркетологу очень интересно было послушать. Национальное телевидение – это один из наших любимых партнеров. Нам очень нравится креативная команда, которая работает на телеканале, которая всегда знает, как доступно, интересно и просто рассказать о наших услугах, и как донести их до жителей Чувашской республики. Появление Чувашского национального телевидения – это большое событие для всех горожан, для всей республики, потому что канала, вещающего на родном языке, тогда еще не было. И за пять лет, конечно, видно, что произошли большие успехи. В частности, в сотрудничестве с нашим театром, национальное телевидение всячески шло нам навстречу. Мы делали прекрасные передачи. Плодотворное сотрудничество в новых программах и специальных проектах – желаемый результат бизнес-тренинга. На это и нацелена вся работа национального телевидения Чувашии. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. День рождения – не только повод встретиться с приятными людьми и послушать добрые слова в свой адрес, но и хорошая возможность подвести промежуточные итоги и лишний раз удостовериться, что выбранный курс по-прежнему верен. Чем стало национальное телевидение Чувашии для зрителей, друзей и партнеров? Узнаем у них самих. Национальное телевидение Чувашии работает всего пять лет. Срок и при современном ритме жизни небольшой, а уж в масштабах истории вовсе крошечный. Тем более приятно, что даже за такое короткое время у нас появилось столько друзей. Я думаю, что если бы национального телевидения не существовало, то его нужно было бы прям вот срочно-срочно, прям вот сейчас создать. И очень хорошо, что пять лет назад было принято все-таки такое нелегкое решение о создании своего национального телевидения и радио. И понятно, что в информационном пространстве республики значение нового телерадиоканала переоценить просто невозможно. Это мое любимое телевидение, любимый канал, потому что вы отличаетесь самобытностью. И вообще, если я глянусь пять лет назад, я очень рад, что у нас появилось свое национальное телевидение, которое работает заинтересованно, подача материалов осуществляется регулярно, понятно для жителя Чувашии. Поэтому смотрю с удовольствием. Врачи и учителя, чиновники, артисты, руководители предприятий и организации, все они работают для людей. И заинтересованы в том, чтобы информация об их работе доходила до потребителя в полном объеме и своевременно. Иначе даже самые благие намерения пропадут в Туне. Ведь не зря же сказал кто-то из известных людей, ничто не существует реально, пока это не показали по телевидению. Мы гордимся тем, что за пять лет удалось выстроить крепкие партнерские отношения. Ваша работа является одним из элементов культурной политики в Чувасской республике. И вы вносите в эту часть политики весомый вклад. Для нас очень важно, что вы в ваших программах, иногда совместных программах с торгово-промышленной палатой, пытаетесь показать, что экономика живет, развивается, несмотря на проблемы. Показать, что предпринимательство разное, что есть очень хорошая часть предпринимательства, которая социально ответственная часть предпринимательства. Вот я думаю, вот это как раз и есть роль телевидения. И если дальше она будет расти, если эта роль будет повышаться, то мы будем очень рады этому. Ваше становление совпало непосредственно изменениями в пенсионной системе, которые ожидало население. И нам важно было сотрудничать с каждой организацией, которая может достоверную информацию довести до населения. И очень отрадно, что у нас общее дело получилось. Мы сериями выпускали радиопередачи, постоянно у вас бывали на прямых эфирах. Вы к нам приходили на пресс-конференции. И вот население наше могло увидеть и услышать круглосуточно нашу информацию. Много добрых слов прозвучало сегодня в наш адрес. Мы благодарим всех, кто был и остается рядом с нами все эти годы. И прежде всего вас, дорогие телезрители. Пять лет – это совсем немного. Пять лет – это хороший устойчивый старт, с которого можно начать бег на длинную дистанцию. Я бы в сантехнике пошел, пусть меня научат. В год человека труда представители одной из самых востребованных и распространенных профессий провели мастер-класс для чебоксарских школьников. Я сначала думала, это холодильник или батарея протекает? Да, кстати, они могут. Но я все проверила. Вроде не текут. Значит, не батарея. А может, это дождь? У нас же фурточка всегда открыта. Да, наверное, дождь. Лохматый, небритый, в байковых штанах и резиновых сапогах. Не совсем трезвый и совсем невежливый мужчина 50 лет. Чаще всего именно таким мы представляем сантехника. К счастью, в современном мире все иначе. Михалыча и Петровича остались в анекдотах. А к нам в квартиру приходят настоящие специалисты. Нередко с высшим образованием. Я сейчас не по профессии пошел, а сантехник как бы больше для души. Это интересно, это общение с людьми, это доставлять радость, допустим, после монтажа или протечки, когда у кого-то что-то там случилось с несчастьем, а ты приходишь и устраняешь это дело. Люди довольны, счастливы. Ты с этими положительными эмоциями тоже уходишь домой, заряженный весь, можно сказать, на целую неделю. Сегодня водопроводчики заряжали положительными эмоциями и полезной информацией пятиклассников второй Чебоксарской школы. Для этого они специально приехали из Марийской Республики. В классе труда полный аншлаг. На занятия пришли не только мальчики, но и девочки. Нужно, конечно, всем уметь это делать. Быть сантехником и мужчинам, и женщинам. Если, например, нет мужа, женщина может сама починить умывальник, трубы. На первом уроке по водопроводному мастерству ребята узнали, какими качествами должен обладать настоящий сантехник и с какими инструментами ему приходится работать. Я узнала, как ремонтировать умывальники, смесители менять, как сантехники трубы меняют, паяльникам их склеивают. Эти навыки, они нужны всем мужчинам. Например, телефонов нету или зарядка села, а у тебя кран прорвало, а ты уже знаешь, как этим пользоваться всем. Взял и починил. В завершении урока ребята подержали инструменты в руках и даже освоили сантехническую резьбу. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. 27 октября предприниматели Республики приглашают на встречу с руководителем управления Федеральной налоговой службы по Чувашии с Мариной Петровой. Можно будет обсудить вопросы налогового законодательства, а последние изменения в нем. Встреча пройдет в конференц-зале комплекса «Мегамол» начало в 15 часов. И к другим новостям. Четвертый международный фестиваль для особенных зрителей одинаковыми быть нам не обязательно состоялся. На пресс-конференции в Чувашском театре «Кукол» организаторы подвели итоги совместной работы. Не секрет, что в России насчитывается свыше 1,3 миллиона детей с ограниченными возможностями. И на 90% их жизнь проходит в замкнутом пространстве квартиры, а общение ограничено членами семьи. Отсутствие ярких впечатлений – серьезная проблема. Фестиваль для особенных зрителей – это возможность открыть мир каждому такому человеку. По мнению народного артиста России Станислава Железкина, актеры на особенном фестивале несут важную миссию – помогают стереть границы между особенными и обычными людьми. Во время гастрольных туров иногда случаются чудеса. Я ее так протянул руку. Она пошла ко мне, обняла меня. С мамой что произошло? К отцу, к бабушке не идет ребенок. И вдруг, посмотрев спектакль, она обняла меня. Ну, со мной понятно, что было. А что с мамой? Она говорит, это не могло быть никогда. И вот за этот миг стоит бороться. Четырехдневная программа фестиваля включила в себя семинары-практикумы, творческие мастерские и мастер-классы. На фестивале были представлены лучшие спектакли для слабослышащих, слабовидящих детей – детей-аутистов. Донецкий театр представил постановку «Цветное молоко». Красочные декорации, добрая музыка, характерные сказочные персонажи вызвали неподдельный интерес у особенного зрителя. В том, что фестиваль нужно развивать, не сомневается никто. Галина Федосеева обещала обсудить этот вопрос на федеральном уровне. Есть проблема, есть театры и есть большой административный ресурс в лице неравнодушных женских общественных объединений. Не могу не сказать несколько слов о мощи этого объединения, его неравнодушии, возможностях решения проблем, которые связаны с детством и с особенными детьми, детьми с ограниченными возможностями и детьми, проживающими в обычных семьях. Фестиваль за очень короткое время стал популярным. С каждым годом в Чувашию приезжает все больше театральных коллективов. В совместной работе участники учатся не только сложной технике постановки спектаклей, но и доброте, терпению, общению. Напомним, что фестиваль проводится при поддержке Федерального министерства культуры России «Союза женщин». Свой вклад в организацию вносят и Минкультура Чувашии, и наш Союз женщин. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. Ну а в Чувашском драматическом театре в этот четверг на суд зрителя представит мюзикл «Во мне душа пихомбара» по пьесе Владислава Николаева. Постановка – победитель грантового конкурса главы Чувашской республики. В центре событий борьба двух кланов – охотников и зверей. Наблюдать за тем, как закручивается и развивается сюжет зритель сможет в течение трех часов. Задумывали спектакль в 2014 году, но воплотить его в жизнь удалось только сейчас. Ставили мюзикл в течение пяти месяцев. Это, я думаю, что первый такой профессиональный мюзикл, который будет поставлен профессиональными артистами, профессиональными творческими людьми, композитором, художником на Чувашской сцене. Самое главное, самое интересное, на мой взгляд, это, конечно же, восхитительная, превосходная музыка, которую написал наш известный композитор Юрий Павлович Григорьев. Это авторская идея, авторская вещь. Это вообще, конечно, захватывает. Мюзикл – искрометное сочетание танца, музыки и художественного оформления. 2 миллиона 850 тысяч направили на то, чтобы создать эту особенную атмосферу. Прочувствовать ее и очутиться на Бродвее можно будет 20 октября в 18.30. Копилка побед Чебоксарского музыкального училища имени Павлова пополняется. Студентка первого курса отделения вокального искусства Ульяна Самохина вернулась из Москвы лауреатом 10-го юбилейного международного фестиваля конкурса «Золотой голос России». Об этом конкурсе 16-летняя Ульяна Самохина случайно узнала в интернете. Отправила первую попавшуюся запись своего выступления. Приглашение стало абсолютной неожиданностью. Были и сомнения. Все-таки уровень международный уверенности придала педагог Грепина Иванова. Потерять ничего не потеряешь, а вот опыта прибавится. Действительно, было и приятно, и почетно делить сцену с профессионалами – выпускниками легендарной Гнесинки. Быть как они, но чуточку лучше решила для себя Ульяна. В плане передачи эмоциональной музыки, чтобы она была более доступна зрителям, и чтобы они понимали, насколько тонкая и утонченная эта грань жизни музыка. Я почему-то волнения совершенно не чувствовала. Я настроилась и вышла. Я вспомнила все, что мне говорил мой преподаватель. И я будто не замечала уже ничего внешнего. Я просто была в своем каком-то внутреннем мире и пела для себя, ни на кого не обращая внимания. Я ее готовила примерно месяцев пять. Она так просто не готовится, потому что очень много тонкостей. Для победы в таких конкурсах вокальных данных, артистизма и трудолюбия ученика недостаточно, считают педагоги. Творческие состязания во многом похожи на спортивные. Во всяком случае, готовиться надо одинаково. Понимание должно быть вместе союз с педагогом. Еще воля, стремление, то не каждый может выступить и так проявить себя. И достойно призовое место, второе место для республики. Для нас это огромная честь и слава и для нашего музыкального училища. В прошлом году почетную галерею музыкального училища пополнило свыше 150 имен победителей и призеров различных конкурсов. А Ульяна Самохина стала первой ласточкой нынешнего года. Родион Архипов, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов, Республика. Такова информационная картина вторника. Я с вами прощаюсь. До свидания.